Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таруа, это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Расклад наш сегодня будет на личность на Филиппа Петровсовича Киркорова. 30 апреля ему стукнуло 55 лет, одна из самых ярких и загадочных фигур шоу-бизнеса. Какие тайны скрывает Филипп и почему его называют королем эстрады, узнаем сегодня на картах Триумф Луны Патрика Валенца. И перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на мои социальные сети в описании внизу под видео. И прежде чем мы начнем с вами сам расклад и будем задавать картам вопросы, я хочу задать картам один единственный вопрос, кем является Филипп Петровсович Киркоров на самом деле. Карты, здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, характеристику личности этого человека. От этого и будем плясать, от этого и будут все остальные вопросы у нас с вами. Кем на самом деле является Филипп Петровсович Киркоров? Покажите мне, пожалуйста, его, его сущность. Как он проявляет себя в этот мир, во вселенную. Кем является Филипп Петровсович Киркоров? Кем на самом деле является Филипп Киркоров? Покажите мне Филиппа Бедросовича Киркорова, его сущность, его характеристика личности. Покажите мне, пожалуйста, Филиппа Киркорова, его характеристика личности. Рыцарь Жезлов. Такое ощущение, как будто бы настроенный воинственный человек готов все время отбивать и отражать какую-то атаку. Ощущение, что у него есть хорошая поддержка внизу, то есть поддержка снизу. И за него всегда готовы побороться и постоять какие-то люди, какие-то, возможно, даже сущности. Он одет в латы, в доспехи и всегда на готове его дубинка. Лицо его красное, лицо его тщеславное. Красное это тщеславный цвет, повернут он к нам левой стороны, очень эмоциональный человек, очень тщеславный, потому что лицо и руки его красные. Очень хорошо развита интуиция, интуиция здесь не спит. Такое ощущение, что даже есть какие-то эзотерические, магические способности. Одет он в зеленые латы, доспехи, которые защищают его от всех невзгод и от врагов. Такое ощущение, что вот он как вот стену нерушимую перед собой создал, чтобы его не касались никакие насмешки, никакие придирки, чтобы он был вне всего этого, вне сплетен. Понимаете? Он не обращает внимания на сплетни вокруг себя. И он отражает любую атаку, готов их отразить. И у него есть очень много помощников. Такое ощущение, как будто эти помощники, они под ним. Такое ощущение, как будто они готовы ему служить верой и правдой. Эти самые помощники. Король, рыцарь Жезлов говорит о том, что он готов всегда отразить атаку. Человек достаточно тщеславный, человек на коне. И вот этот конь, который под ним, их даже несколько этих людей, они готовы ему помогать, готовы его защищать, готовы отражать атаку, которая послана вот к Филиппу. Какие-то насмешки, насмешки каких-то хейтеров, допустим, в интернете и так далее. Вот такое ощущение, как будто у него много помощников, которые готовы ему помочь отразить эту атаку. А он сам тоже не спит, он глядет. И у него на готове дубинка с тумаками для каждого такого хейтера, для каждого такого человека, который будет к нему как-то неблагосклонен. На нем латы, на нем доспехи. И он такой, как закрыт для внешнего мира, он как будто бы построил перед собой определенную стену, которую никак невозможно пробить. Но человек тщеславен, потому как лицо его красное, красное, огненное и хорошая интуиция. Возможно, даже какие-то эзотерические, магические способности в нем имеются. Вот такой вот рыцарь Жезлов. Это его характеристика личности. Давайте посмотрим на картах. Мне очень интересно узнать, действительно ли Киркоров талантлив, и он сам пришел к Славе, или ему помогли. Кто помог? Действительно ли Филипп Киркоров такой талантливый, и он сам пришел к той Славе, которая есть у него сейчас? Действительно ли Филипп Киркоров так талантлив, и он пришел к той Славе, которая есть у него сейчас? Действительно ли Филипп Киркоров так талантлив, и он сам пришел к той Славе, которая есть у него сейчас? Тут хочу сказать так, что влюбленная женщина помогла ему добиться успеха и трансформироваться в того, кто он есть сейчас. Королева Кубков говорит о влюбленности, говорит о каком-то безумии, говорит о каком-то накале страстей, говорит о том, что это самая королева Жезлов, которая помогла ему, которая пронесла его Жезл вот так вот, да, то есть на сцену. Она просто пронесла этот Жезл на сцену, и это королева Жезлов, она королева на сцене, королева вот там, где он сейчас обитает. Такое ощущение, что вот эта королева, либо это огненный знак Зодиака, и она действительно является королевой Жезлов, либо она королева над всеми вот ими пешками, которые есть, не хочу обижать, конечно, да, которые есть в шоу-бизнесе. То есть это как королева в шоу-бизнесе, королева Жезлов, которая пронесла его Жезл с достоинством и подарила ему победу в шоу-бизнесе, подарила ему эстраду и сделала его тем, кем он сейчас есть на самом деле. Трансформировала его, такое ощущение, что трансформировала его в того, кто он есть сейчас. По смерти это глубокая трансформация, и по этой глубокой трансформации из того, что было, родился новый человек, совершенно новый человек, увидевший этот мир, увидевший этот свет. То есть влюблённая, даже не влюблённая, а какая-то одурманенная им в начале их отношений, одурманенная им по королеве пупков, королева Жезлов, которая принесла его Жезлов на сцену, про эту королеву Жезлов, кстати, все судачат, все говорят, такое ощущение, как будто бы много злых языков. Но эта королева Жезлов идёт такая с достоинством, я ничего не знаю, это самое главное, вообще меня не трогайте. И вот эта самая королева Жезлов, либо огненного знака зодиака, либо действительно королева среди вот всех вот этих пешек в шоу-бизнесе, она просто пронесла его Жезлов с достоинством, подарила ему достойную победу, да, победу на поприще вот на этом, да, в шоу-бизнесе, трансформировала просто его из того, кем он был и кем он стал, да. И немножко даже вот эта его трансформация, она сделала его даже каким-то вот жадным, да, здесь по королеве Пентакли говорит о некой жадности, такое ощущение, что после того, как человек трансформировался, человек трансформировался прямо в какую-то гадюку, да, прямо в какого-то жадного человека, и мудрости ему некой не хватает, да, здесь карта отшельника говорит о том, что мудрости не хватает, о том, что человек не может перейти на сторону мудрости, на сторону какой-то добродетели, да, девяточка, он все время сейчас пребывает в девяточке, то есть королева Жезлов, она не пребывает в этой самой девятке, да, то есть она на самом деле мудрая, вот эта женщина, вот кто ему помог, она очень мудрая, она хотела, чтобы из него что-то получилось такое вот сверх грандиозное, да, чтобы он стал другим человеком, чтобы он переродился, он переродился, но переродился вот в этого жадного человечка, вот в эту королеву Пентакли, которая, соответственно, королева Пентакли, кстати, по королеве Пентакли, это либо земной знак зодиака, да, либо у него есть какие-то женственные черты лица, либо какие-то женственные манеры, и по королеве Пентакли он не отдам мое, никому ничего не дам, Вы все тут присмыкаетесь передо мной, вы вообще здесь присмыкающиеся. Я здесь королева, я здесь король, да, моя денежка, моя курица, я не знаю, там, да, никому ничего не дам. А вот эти вот присмыкающиеся рядом с ним, они как раз вот пешки в его игре, эти пешки, которые могут ему помочь в любой удобный момент. Если на него напали хейтеры, они могут помочь этих хейтеров отогнать. То есть он переродится-то переродился, но переродился вот в эту королеву Пентакли. И королева Пентакли это вообще женщина, как бы, да, нам показывает здесь Филиппа Киркору, либо женственные черты лица, либо женственный характер, либо что-то женственное присутствует в одежде, да, в одеянии. Но здесь переродился в такого жадного человека, и здесь по отшельнику отшельник говорит внемли, будь более мудрым, будь более четким в своих намерениях, в своих целях, в своих планах, будь добродетелем, помогай другим, потому что здесь отшельник, он такой бедный человек, да. И девяточка говорит о том, что человек, то есть Филипп Киркоров, всё не может перейти никак на новый этап в своей жизни, на новую ступеньку в своей жизни. Почему? Потому что пребывает вот в таком вот состоянии. Кто ему помог прийти на сцену, сам ли он такой талантливый, или к славе он пришёл с помощью кого-то, да, с помощью женщины, которая является либо королевой жезлов огненного знака зодиака, либо королевой на сцене, которая помогла ему прийти к победе, трансформироваться, но, увы и ах, он трансформировался вот в такого человека, и ему не хватает мудрости, ему не хватает вот этого отшельника в своей голове. Отшельник говорит внемный, отшельник говорит, приди к добродетели, помогай, возможно, бедным, да, помогать слабым, но он помогать слабым, бедным не хочет, он считает их шестёрками, он считает их недостойными своей персоной. Вот как-то так. Далее. Какую функцию выполняет Филипп на эстраде, и почему его называют королём эстрады? Какую функцию выполняет Филипп на эстраде? Возможно, есть какая-то большая функция, да, чем просто песню петь. Какую функцию выполняет Филипп на эстраде, и почему его называют королём эстрады, и почему Филиппа Киркорова называют королём эстрады, и какую функцию он выполняет на самой эстраде. Сейчас посмотрим, какую функцию выполняет Филипп Киркоров на эстраде и почему его называют королем. Интересно. То есть знаете, о чем говорится? Говорится, ну, те, кто верит в мистику, welcome. Не совсем даже мистика, тут про обычных людей, как бы речь, которые просто почувствовали себя неким превосходством, неким божеством. Такое ощущение, что губят чужие жизни. Объясню, каким образом, объясню, каким способом. За это получают хорошие дивиденды, хорошие деньги. Собственно говоря, здесь давайте начнем с карты Мимикрии. У нас здесь девятка Пентаклии. Карта Мимикрии, когда человек мимикрирует под другого человека. В данном случае здесь женщина мимикрирует под птичку, которая говорит ей, что я тебе обещаю все блага. Все у тебя будет так прекрасно, так великолепно, так хорошо. Все в твоей жизни настолько сильно поменяется. Ты трансформируешься, мой дорогой, в нового человека. Вообще-то говоря, вторая карта, уже в раскладе вышла трансформация. Он сначала трансформировался, а теперь он трансформирует других людей, как я понимаю, кто приходит в шоу-бизнес. То есть он в шоу-бизнесе играет не последнюю роль. Почему его называют королем? Потому что в шоу-бизнесе он играет не последнюю роль по страшному суду. По страшному суду это тот человек, который забирает чужие души. Как это ни странно звучит, дорогие мои. Вы сейчас подумаете, что я сошла с ума, но это так и есть. По девятке Пентаклии человек мимикрирует под других людей и как бы говорит, ну иди сюда ко мне, ну мой хороший, ну я же тебе сейчас денежкой одарю, ну все же с тебя будет хорошо, ну что такое, тебе нужен наставник? Ну кто как не я будет твоим наставником? Я же король эстрады, да? И все это у тебя в жизни поменяется, мой дорогой. Станешься ты совершенно другим человеком, взглянешь на этот мир совершенно по-новому. Но на самом деле по страшному суду он на сцене зазывает вот этих молодых людей, вот этих молодых птичек шоу-бизнеса, мимикрируют под них, обещают им златые большие деньги и их они получают. Получают, они потом наслаждаются жизнью вдоволь, наслаждаются жизнью до такой степени, до суда, но сейчас я вам объясню с самого начала, да? То есть он губит их жизни. Башня это гибель чужих душ. Это гибель чужих душ. Это гибель людей, которые согласились на контракт с темными силами. Понимаете, о чем я говорю, да? Как только человек, пришедший в шоу-бизнес, соглашается на контракт с темными силами, он губит свою душу. И сразу же становится вот таким вот дьяволом, который падает с башни. Душа его загублена по страшному суду. По страшному суду ее как раз берет в свои руки тот человек, кто предлагает ему блага, богатство и трансформацию. Кто предлагает ему победу над этим миром. Ты будешь самым лучшим, самым важным. В шоу-бизнесе, ну, у тебя будет куча поклонников, говорит Филипп тем, кто соглашается заключить с ним сделку. Он является одним из главных людей вот в этих темных силах в шоу-бизнесе. Кто бы что сейчас ни говорил, не можете меня ругать, можете говорить, что это неправда, все, я люблю Филиппа Киркорова и так далее, но так оно и есть. Здесь чужие души в его руках. Те души, которые соглашаются на сделку. Сделка звучит подобным образом, что ой, у тебя все будет хорошо, у тебя будет зла, ты все богато, ты будешь есть досы, это бить вдоволь, да, денег у тебя будет много, посмотрите на девятку Пентакли, да, я тебя трансформирую полностью, да, но ты мне должен кое-что отдать и заключить со мной договор, где твоя душа будет загублена. Но этого, конечно, человеку не говорят, поэтому человек соглашается, да, душа загублена, душа становится вот таким вот дьяволом. Почему? Потому что соглашается на сделку с темными силами. Соглашается, потому что легко, быстро, можно себе присвоить кучу денег, можно жить вдоволь, досы там, до нельзя, да, и человек будет победителем на сцене, человека будут все видеть, человека будут все обожать, человека будут просто кувиром, да, своим считать. То есть все эти молодые люди, которые приходят, которые выходят на сцену, заключают в сделку, а в сделке Филипп является самым главным. Почему он является королем из страны? Потому что он является в сделке с темными силами главной ключевой фигурой, которая трансформирует людей и забирает у них душа. Башня – это полностью контроль над душами. Я забираю твое душу, я получаю полный контроль над твоей жизнью. Больше ты своей жизнью не владеешь, но зато у тебя есть деньги, зато ты кушаешь, досы, пьешь вдоволь столько, сколько влезет, денег у тебя много, ты полностью трансформируешься, но забираю самое главное, что у тебя есть. Но зато тебя ожидает победа на поприще в шоу-бизнесе, да. По страшному суду он является именно тем человеком, кто собирает эти души. Я даже вспомнила мертвые души, да, по гугулю. Интересно. Почему называют королем? Потому что, да, какую функцию выполняют, вот такую вот необычную. Почему Филипп Киркоров изменил внешность? Почему Филипп Киркоров изменил внешность? Почему Филипп Киркоров изменил свою внешность? На такую необычную, вот какая она бы есть сейчас, да, белый оборот, там белые волосы, он всегда был темно-волосым. почему Филипп Киркоров изменил свою внешность. Почему Филипп Киркоров изменил свою опять смерть? Да что ж такое-то? Ах, господи! Вы понимаете, да, что происходит? Ну, все, время пришло. Время пришло показать этому миру, кто и есть на самом деле. Время пришло увидеть во мне настоящего меня, настоящего сатана. Ну, понятно, я сейчас вам расскажу, что здесь происходит. Здесь жезлов. Время пришло, время пришло показать этому миру, кто и есть на самом деле. А есть на самом деле смерть во всем ее проявлении. Нет, это обычный человек, просто заключивший договор с темными силами. Я сейчас вам говорю не про какую-то мистику, а про самую обыкновенную, обыденную жизнь богатых людей, которым нечего делать, да, которые заключают договоры с якобы темными силами. Время пришло показать на самом деле, кто я есть такой, да, то, что во мне, то, что я там живу в каком-то обличии, да, другом. Я должен сменить свой облик, должен сменить свой облик. По влюбленным он показывает этому миру, показывает тем людям, кто ему доверяет, кто он есть на самом деле. Мне пришла в голову отсылка про Геракла, я об этом говорила уже своему супругу, прежде чем делать расклад на Филиппа Киркорова, у меня почему-то пришла такая отсылка про Геракла, где был вот этот вот Аид, да, он был как король подземелья вот этого, да, подземного царства. То есть Аид это король подземелья подземного царства. И вот мне пришла вот отсылка, как бы вот внешность Филиппа Киркорова немножко чем-то напоминает вот этот чубрик у него на голове, да, сейчас напоминает немножко Аида. И тут, почему он изменил внешность? Время пришло, чтобы люди узнали, кто на самом деле перед ними. То есть постепенно вот я как бы вот даю им понять, что все блага, которые они получают в этой жизни, а здесь колесо фортуны, посмотрите, кровь, да, под колесом фортуны, здесь все те блага, которые вы получаете, они не просто так даются, мои дорогие. И время пришло показать вам, кто я есть на самом деле, что в этом обличье скрываюсь я. Я тот, кто я есть на самом деле. Все те, кто мне доверяют по любовникам, по влюбленным, пусть они увидят, что я предстал перед ними в образе некого вот дьявола, да. И время пришло познать вам, что все не делается просто так. Что договор заключается просто так, по двойке кубков, да, что вы должны что-то отдать. Мне обязательно, если вы хотите исполнить свою мечту, если вы хотите блистать на сцене. То есть почему здесь изменение внешности, да, потому что время пришло. Время пришло обнажить себя. По умеренности, здесь умеренность обнаженная предстает перед нами той, какой она является на самом деле. Обнаженная грудь, да, переливает из пустого в порожье. Дьявольские рога у умеренности. И умеренность предстает перед нами обнаженной. Вы должны знать, с кем вы имеете дело. Вы, те, кто мне доверяет, должны знать, что я перед вами в том образе, кем я на самом деле являюсь. Потому что время пришло. Время пришло познать вам то, что по десятке, то, что И по колесу фортуны вы все то, что все блага, которые получаете, вы получаете не просто так. Рано или поздно ждет возмездие. И возмездие вот оно вверху, в виде меня. В виде меня, который забирает у вас самое главное, что у вас есть. Потому как договор заключается не просто так. Почему он изменил внешность? Потому что время пришло, видимо, по его договору, по его какому-то контракту с темными силами, показать себя, показать себя вот тем, кем он является на самом деле. Приблизить свой образ к образу некого вот этого вот покровителя, повелителя темного царства. Далее. Заключал ли он договор с темными силами? Но об этом мы не будем как бы говорить, да, мы уже все тут сказали, и все тут понятно. И так, тут он не только заключал договор, он является тем самым человеком, который заключает договор с единой. Почему он король эстрады, да, почему его называют так? Ориентация. И зачем он вообще жил с Пугачевой? Ориентации Филиппа. И для чего он вообще, зачем он вообще жил с Аллой Пугачевой? Ориентация Филиппа Киркорова. Зачем он жил с Аллой Пугачевой? ориентации филиппа киркорова так вот еще раз помешаем зачем он жил с алой пугачёвой то сама алла выходит да видимо который помогла им продвинуться на сцену опять влюбленная алла которая поняла потом в конце то что все очень плохо да все я поняла ориентации ну какая ориентация может быть по дьяволу дорогие до по дьяволу тут на самом деле ориентации я этим я и тем но для того чтобы везде выходит дьявол дать дьявольские рогаissent себя для того чтобы защититься от слухов для того чтобы защититься от тех кто против бисексуалов для того чтобы защитить от грязных сплетен я начала жизнь с влюбленной в меня женщиной, королевой жертвы, которая не только была влюблена в меня, но и помогла мне продвинуться, да, но которая потом узнала впоследствии о моей страшной тайне. Но тут не говорится о том, что ориентация только только я по мужчинам, да, тут и тем и тем, да, как бисексуал. По дьяволу тут, именно по этому дьяволу здесь бисексуальная ориентация. Здесь все похоти, да, все собрано в кучу. Тут как бы и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, вот этот дьявол конкретно выражает секс во всех его проявлениях, во всех его проявлениях это бисексуальная натура. И тут говорится о том, чтобы защититься от всех нападок, защититься от тех, кто от тех, кто не уважает людей, которые спят и с теми, и с другими, да, защититься от того, что вот кем я на самом деле являюсь, да, я скрыла это вот под маской того, что я жила с влюбленной вне женщины, которая помогла мне еще и продвинуться по сцене. Но она потом впоследствии по башне знала, что вот я такой, какой я есть на самом деле, и все как бы, и все между нами было кончено. Вот такая вот история. Ну, тут бисексуальная ориентация. Тайные страхи Филиппа Киркорова. Тайные страхи Филиппа Киркорова. Есть ли тайны какие-то? Ну, тайны, понятное дело, мы сейчас самую главную тайну раскрыли. Есть ли еще какие-то тайные страхи, помимо вот... Тайные страхи Филиппа Киркорова. Тайные страхи Филиппа Киркорова. Опять выходят те же самые карты, дорогие мои. Очень интересно, просто я всегда поражаюсь. Карты мешаешь, 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 а на одного и того же человека выходят его самые страшные грехи, его самые страшные тайны. Ну, на самом деле, какие тайны? То, что когда-нибудь, в каком-нибудь, возможно, интервью или от скуки, да, от того, что вот как бы вот ей уже будет все равно, вот эта самая замечательная королева жезлов, влюбленная некогда в дьявола, да, который является бисексуалом, расскажет всем о том, что... ну, об их истории, да, необычной, так скажем, да, и когда-нибудь она, возможно, об этом поведает. И вот он знает то, что этого никогда не случится, но почему-то он этого очень сильно боится. Но он себя чувствует таким пожелым, он себя чувствует таким мальчишкой перед ней. То есть она какая-то достаточно сильная фигура. Возможно, это даже Алла Пугачёва, да. И он себя чувствует каким-то мальчишкой, который отражает атаку, а она такая вот змея, как будто бы подколодная, да, и если она его ужалит, то она его ужалит до смерти. Вот это его самая страшная тайна. Самая страшная тайна, что это вскроется, да, что вскроется, что она помогла ему прийти на сцену, да, что она помогла ему продвинуться. На самом деле, никакого таланта он не имеет, что на самом деле он является бисексуалом, да, что вот это вот всё, как грязные сплетни будут обрастать вокруг него. То, что случится крах, крах его карьеры. То, что случится такой непомерный испанский стыд, что ему придётся даже уйти со сцены. Вот почему-то он этого боится. Он боится ухода со сцены. Самое страшное, чего он боится, он боится уйти со сцены. Он боится, что его попросят. Некие силы, с которыми он, собственно говоря, заключил сейчас контракт. Он боится, что та женщина, та самая Алла, да, видимо, расскажет о нём всё. Возможно, от скуки, да, от того, что ей как бы уже будет всё равно, от того, что она как бы, я так понимаю, что она уехала из России, да, от того, что как бы ей уже нечего будет терять, вот по рыцарю Пентакли. От того, что ей нечего будет терять, она расскажет от скуки всю эту страшную его тайну, да, которая, возможно, это не одна тайна, да, то, что он там является бессексуалом. И вот это, то, что она его ужарит, больно, то, что ему придётся уйти со сцены, то, что весь ему мир рухнет, то, что все его поклонники от него отдалятся, то, что его больше не будут считать нормальным человеком, нормальным мужчиной, вот это его самый страшный страх, самая страшная тайна, так скажем, да, и вот этого он опасается, вот этого он боится очень сильно. Что у него сейчас по здоровью? Что у Филиппа Киркорова сейчас по здоровью? Здоровье Филиппа Киркорова. Посмотрим на здоровье, и посмотрим, собирается ли он уезжать вообще из России, будущее его, да, что у Филиппа Киркорова по здоровью? Какое здоровье у Филиппа Киркорова? Какое здоровье у Филиппа Киркорова? Какое здоровье у Филиппа Киркорова? Ну, тут психологическое больше состояние страдает, да, тут нет какого-то физического недомогания, да, тут здесь все-таки психологическое состояние, и даже какие-то панические атаки, приступы в душ, я панические атаки, такое ощущение, как будто дышать тяжело, такое ощущение, как будто ночью просыпаешься в холодном поту, да, и вот даже свечка у меня зашипела, такое ощущение, как будто очень тяжело дышать, вот по пятерке мячей здесь тяжко дышать, либо с легкими что-то, да, либо вот с дыхательными путями, как панические атаки даже как будто скорую вызывали, да, но такое ощущение, как будто это было так достаточно давно, вот панические атаки, они были, были достаточно давно, как будто бы вот он заплатил какую-то хорошую денежку, какую-то хорошую сумму, да, для того, чтобы убрать вот это вот все, у себя, да, возможно, к психологу обращался, да, но тут, скорее всего, да, психологические такие травмы, психологические проблемы по дьяволу, да, потому как, когда, если человек заключает какой-то контракт с темными силами, да, он всегда страдает, страдает, но в первую очередь морально, да, его свои же собственные страхи по повешенному не дают покоя, свои же собственные страхи его обмотали и губят его, да, и вот эти страхи, они являются самыми главными и самыми важными проблемами со здоровьем у него сейчас, то есть проблемы со здоровьем есть, они все психологического характера, все такое ощущение, что вот он прям боится, как будто у него рано или поздно кукуха слетит, вот тут про это, его панические атаки, страшные сны какие-то кошмарные, да, он прям как в холодном поту, в холодном бреду просыпается, ему все снится, все, снится все то, что вот происходило с ним когда-то в его жизни, и он боится очень сильно, он замыкается в себе, он никому ничего не рассказывает, вот это его самое страшное опасение по здоровью, именно психологическое состояние такое ощущение, что даже по вот этому состоянию, по дьяволу, да, он употребляет какие-то вещества, чтобы вот этого состояния не было, такое ощущение по дьяволу, что здесь употребление каких-то веществ, чтобы не было состояния вот по пятерке мечей, чтобы его не душило, чтобы панических атак не было, да, тут какие-то хорошие деньги проплачены, да, для человека, который ему помогал как-то справиться с душевным его состоянием, Но это было так достаточно давно, но сейчас его губит просто и душат собственные страхи, и они являются самым первым, самым главным, самой главной причиной его вот какого-то душевного расстройства, да. Какое-то душевное все-таки расстройство. Такое ощущение, что вот он сам себя не принимает, сам себя не понимает. Сейчас я посмотрю, у меня здесь записывается, экран выключился. Да, все хорошо. Хорошо. И последний вопрос на сегодня. Собирается ли уезжать из России вообще его будущее, да, в ближайшее время до конца, там, давайте посмотрим, 23-го года, да? Вообще собирается ли уезжать из России и будущее до конца 23-го года? Собирается ли Филипп Киркоров уезжать из России? Давайте сначала это посмотрим. Собирается ли Филипп Киркоров уезжать из России? собирается филипп киркоров конечно завязаны здесь по рукам и ногам что как бы все 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 тут сводится к тому что он здесь имеет жизнь полную счастье и славы и только здесь он нужен своим поклонникам нет конечно не собирается покидать россию а вот какое у него будущее на ближайшем до конца двадцать третьего года давайте ближайшее будущее филиппа киркорова до конца двадцать третьего года ближайшее будущее филиппа киркорова до конца двадцать третьего года ближайшее будущее филиппа киркорова до конца двадцать третьего года такое ощущение что опять какой-то урок свыше ему идет не будь жадным, будь мудрым, будь милосердным. Такое ощущение, что как будто ему нужно совершить некую благотворительность, либо открыть свой фонд, чтобы он как-то хотя бы чуть-чуть замыл свои грехи. Такое ощущение, что ему прямо от Вселенной идет вот эта вот карма, кара небесная, да, замоли свои грехи путем благотворительности какой-то. А такое ощущение, что он этого не делает. Ну да, да, по страшному суду, конечно, это его грехи сейчас нужно замолить с открытием какого-то, возможно, детского дома, какой-то благотворительности, какая-то крупная такая подачка, какая-то крупная сумма, да, какая-то, не подачка, простите, да, какая-то крупная сумма, допустим, тяжело больному человеку, да, еще что-то, а он этого не делает. Такое ощущение, как будто бы он все вот так вот по копеечке собирает вот так вот и вот прям вот стережет свою денежку, да, такое ощущение, как будто ему свыше будет какой-то сигнал, что ему необходимо для того, чтобы замолить свои грехи, У него будет какое-то неровное психологическое состояние до конца 2023 года. Ему будут снятся страшные сны и так далее. Ему будет как знак свыше, что ему нужно открыть какой-то фонд по благотворительности, что ему нужно как-то деньги туда отдать. Ну, какую-то часть денег, да. Он будет с этим не соглашаться, естественно. Лучеславие опять, да, тут подъяву. Ну, нет, тут все как бы будет по-старому. Все будет как всегда, да. Тут знак свыше, что нужно расти над собой. Расти над собой, быть мудрым, открыть благотворительный фонд. Возможно, он даже об этом задумается. Вот, возможно, он в конце 2023 года задумается о том, чтобы все-таки открыть благотворительный фонд, потому что ему не дают покоя, его какие-то кошмарные сны, какие-то душевные переживания по поводу тех грехов, которые он совершил. Тут вот так. До конца 2023 года нет таких прям колоссальных изменений каких-то у человека, но тяжелое психологическое состояние, которое он попытается как-то задушить в себе, да, но в итоге потом задумается о том, чтобы открыть благотворительный фонд. Если, кстати, он откроет благотворительный фонд какой-то, да, большой, какой-то крупный, то, если вы об этом услышались, то вот это, конечно, здорово. Но, тем не менее, он не перестанет заниматься тем, чем он занимается сейчас, поэтому тут как бы открывай, не открывай, замаливай, не замаливай грехи, тут как бы грех, вагон и маленькая тележка. Ну и дело не в этом, да, тут как бы каждый грешен из нас, да, тут сам как бы, сам пусть думает, как ему жить дальше. Вы напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом видео, напишите в комментариях, что вы думаете о Филиппе Киркорове. Ну и мы с вами увидимся в новых видео. Вам до новых встреч, я вас очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok